всем привет надеюсь что интернет не подведет ну это уже не совсем от меня зависит ребят как обычно пишите вопросы и потом я поотвечаю на ваши вопросы если если они будут а сегодня я бы с вами хотела поговорить на такую тему спасибо за следить хотела бы поговорить с вами на такую тему как светочка как же рада слез спасибо огромное это прям очень очень приятно смотрите не просто так возникла эта тема благостный пиздеж что я не люблю что-то приукрашивать это не про честность как бы мы себя не оправдывали она в любом случае нас разрушит либо мы пойдем через честность через разрушение к себе либо наша вот эта вот недосказанность она разрушит по-другому не бывает я не люблю говорить про кого-то я не люблю я не люблю приводить там а вот он он сказал а нас к посмотрите там туда посмотрите сюда но на сегодняшний день я не могу у меня просто нет возможности отвечать всем про один и тот же вопрос и когда у человека что-то не получается почему вы не заглядываете в себя вот вы даже посмотрите даже на том же ю тубе какие ролики набирают больше всего просмотров вы когда-нибудь замечали эти ролики набирают либо но мы не берем там кровь насилия там еще это вообще ну грубо говоря это немножечко другая сфера которая немножко далека от нас есть другая сторона где благостные люди им очень приятно смотреть вот это вот благовонию все ой все любовь во всем мире любовь любовная любовью залюбовлена все и начинается вот этот хер знает что когда ты пока ты смотришь какой-то ролик пока ты находишься в каком-то состоянии у тебя все хорошо как только ты возвращаешься в мир все у тебя все рушится потому что твой мир он нет базы честности и у меня на мужчина меня несколько ну я бы наверное сказала так уже несколько месяцев он крит светлана я там готов идти за любые деньги на индивидуальное на индивидуальное ведение чтобы вы меня привели к себе я грудно докачал к себе почему так то не придешь без без денег то почему без денег то не идется почему без меня то не идется я все все рассказываю в принципе в безоплатных эфирах нет тут я хочу индивидуально и буквально после нескольких слов он год меня просто горит очень много очень много работы и мне было бы удобнее если бы вот я с тобой там и шел там где где-то там переговаривался до чего там доходил в принципе логично почему нет но что-то не идет и когда его спросила а работа то какая он работает на бойне и тогда вопрос а к чему ты идешь то блять какой осознанности ты идешь через сколько убитых душ ты хочешь обрести свою и меня такие ответы они просто поражают но если это буду делать не я то кто-то другой ребят действительно у кого-то остались такие моменты ну как как ты можешь прийти к благости самого себя убивая другого да неважно через что работаешь ты на бойне или может быть на алкогольном или сигаретном заводе или может быть ты печешь хлеб тортики или изготавливаешь какие-то какое-то питание которое которое благостное и хорошее для кого-то а сам ты хочешь прийти в автономию как ты можешь кому-то заряжать пистолет и при этом сам быть вечным такого же не бывает ну тогда оставить эти идеи оставь идею хорошести когда мне говорят что я хочу мир во всем мире так начни с себя ты-то почему убиваешь не важно через что ты убиваешь ты себе по-честному скажи ты 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 пользу своим действием приносишь ты пользу своим деланием приносишь ты что приносишь ты почему должен быть ты почему должен себя увидеть если ты затыкаешь уши рот нос глаза все на свете любому другому не важно через что для чего тебе обретать твою душу то ты ее растрачиваешь через других через смерть других это же не это же вранье самому себе если не я то кто но давайте я сейчас буду выращивать курочек и буду говорить но это экологически чистые яйца это экологически чистое мясо это все только для вашего здоровья это же так получается и люди воспринимают войну многие война как взял оружие где есть железная пулька и вот ты убил вот это вот смерть а то что ты убил через что-то другое ты же знаешь прекрасно что ты убиваешь просто ты боясь признаться себе в своем убийстве другого любого другого ты начинаешь вещать о благости кому-то мне обязательно на камеры может быть родственникам близким ты начинаешь выносить эту благость наружу потому что внутри то ее нет хотя бы наружу то ой давайте хотя бы вот отсюда на нее посмотрю вдруг я увижу что вот у меня может быть тоже вот она где-то пусть другие подумают что она у меня тоже есть знаете какой хороший критерий когда человек идет через честность не через других а через себя когда вы находитесь рядом с ним не обязательно физически не обязательно физически когда вы находитесь рядом с ним вы вы осознаетесь вы растете для самого себя он говорит вам какие-то простые вещи которые есть в нем через которые вы становитесь шире сами шире немнимой благостью не всеобщим любимцем либо ненавистником не хорошим человеком потому что не бывает хороших и плохих и нет ничего не гармоничного но если ты если кто-то из вас что-то предразумевает под плохое говоря тебе о хорошем значит в нем превалирует говно именно поэтому он пытается вытащить наружу хоть хоть чуть-чуть хоть пакетик хорошести он уже поделил этот мир на хорошее на плохое вот это хорошо это плохо посмотрите сколько прогнозов а вот это вот состоится а вот это скоро закончится вот это вот еще столько продлится это не это не вы решаете это решает ваш беспокойный ум которого все поделено у которого зебра в голове хорошего и плохого которого нет баланса если у тебя нет баланса внутри себя что ты можешь дать ты можешь только передать этот дисбаланс хорошего и плохого ты можешь любому другому сказать вот эта практика хорошая от это плохая вот это еда хорошая полезно а это нехорошая вот эта работа хорошая и благостно а это нехорошая у тебя весь мир черно-белый куда ты идешь ты не можешь стать на сторону белого мира твои весы перевернется ты свалишься и упадешь пропасть черноты ты не можешь кому-то показать плохую сторону шибко плохую потому что это точно так же свалишься у тебя нет баланса ты не видишь что что идет что если упал в какой-то фрукт то он упал чтобы вырасти это неплохо что валятся плоды с дерева это говорит о том что это идет они будут дальше расти и это баланс и пока ты не придешь пока ты не увидишь баланс в каждом проявлении не осуждая не доказывая кому-то хорошо или плохо только после этого не нужно будет щемиться по углам нужно будет прийти тогда в баланс посмотрите любого человека ему что-то говоришь не важно что он пытается либо 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 доказывать обратное всегда есть какая-то компенсаторика всегда но ты что ты пытаешься доказать либо в одну сторону либо в другую только лишь потому что тебе нужно другому что-то доказать почему тебе нужно другому что-то доказать потому что тебя нет у тебя а когда у тебя есть ты ты будешь кому-то доказывать благостью благостью принимать каждый его выбор каждый где-то даже с болью но это будет твоя боль ты ее не будешь перекидывать ты не будешь доказывать что это плохо потому что ты будешь каждой болью в том числе и наслаждаться потому что это будет только твоя боль которую тебе не нужно будет опылять и распылять на других потому что ты есть все что что хочу не хочу их тоже убивать да ребята даже у нас клопы ну все кто живет в сочи знают что здесь вот клопы вонючки я их тоже не убивала не убиваем их просто выкидываем на улицу зачем их убивать добрая ночь Светлана ты как-то говорила что вышла во двор и попробовала виноградинку но не для того чтобы поесть а чтобы посмотреть как отреагирует твое тело интересно что ты почувствовал блин виктор ну ты вспомнил это было во первых два года назад и я где-то про это говорила но сейчас я вот прям я не даже не вспомни наверное это чувствую попробуйте там уже нет вкусовых критериев там уже есть только обожжешь ты слизистую или нет и все будет у тебя пойдет у тебя химическая реакция слюны или нет там у это уже отсутствует вкус как вкус чтобы этот вкус совместить с воспоминанием чего-либо чтобы у тебя устаканилось а это мне нравится а это мне вкусно там уже ты уже наблюдаешь просто за химической реакцией за химической реакцией слюны за химической реакцией тела это уже не про вкус это уже про другое ребят поэтому когда вы выходите на определенные на 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 иное питание вы уже наблюдаете за реакцией тела там уже нет вкусовых вкусовых зацепок это про другое да ребятки пишите вопросы если есть у меня интернет прыгает опять я не знаю что делать я все что могла с интернетом я сделала добрый вечер только присоединяйтесь да а я думала уже заканчиваем вот это опять же я к чему это все говорю ребят возвращайтесь внутрь себя смотрите какие у вас проходят реакции на что-либо на кого-либо без осуждений того на что у вас идет реакция просто в наблюдении что происходит со мной у меня такая реакция мне эта реакция для чего чтобы что я прочувствовала чтобы куда я дальше пошла или пошел но если я говорю что про какую-то благость благостливую не касающуюся меня то почему почему я себя хочу отбелить за счет какого-то говна задумайтесь человек пахнет тем что он ест конечно конечно попробуйте чеснок он более такой ядреный в нос сразу же бросается но когда у вас обыстряются рецепторы вы уже другое чувствуете уже более тонкие ароматы может может поэтому онкологии что есть жесткость и убийство ребят нет жесткости вы поймите я же вам только что говорила нет жесткости нет убийства есть бесконечное пространство жесткость если в вашем мире есть жесткость то есть и мягкость у вас нет баланса если у вас есть убийство то есть и рождение это же рождение и убийство это же баланс но вы же воспринимаете это жесткость и убийство и онкологию онкологии тоже не существует посмотрите откуда она возрастает что такое онкология и насколько просто сейчас ее вызвать я уже говорила определенными волнами если человек например не угоден если он много говорит моментально вызывается но это не болезнь это не зараза это другое я хорошо понимаю про то что ты говоришь что вкус голове еда меняет нашу кровь я на пути к осознанию этого и близок к переходу на иной тип питания спасибо Светлана за все благодарю благодарю вас да ребят если хотите немножечко побольше в этом разобраться как на что такое что такое еда это вообще не про рецепторы уже сколько примеров было когда вы вспоминаете про лимон вы же его не пробуете но слюна уже пошла где все вкусы в голове как они у нас аккумулируются что происходит со слюной какая идет химическая реакция как лучше в физике подготавливать тело что лучше как лучше на эмоциональном на психологическом уровне какие моменты вы проходите что происходит в первый, второй, третий день когда вы находитесь на отдыхе от еды все это мы с вами будем говорить в марафоне вечности вот сейчас про нафит закончится и буквально несколько деньков и сделаем следующее когда мы будем все вместе заходить на на очищение так скажем и там я буду рассказывать как лучше это сделать почему так лучше что с вашим организмом происходит если вы так сделаете когда мы выходим что лучше делать в эти дни чтобы не была слабость есть и слабость что мы делаем как снять интоксикацию максимально как что вы чувствуете в голове почему у вас приходит почему вы впадаете сначала в какую-то эйфорию в депрессивное состояние что происходит какая химическая реакция в теле происходит почему это когда вы будете это знать вам уже не страшно будет идти идти в познание своего тела и про это у нас будет марафон кому интересно конечно же присоединяйтесь все контакты под видео спасибо твои слова хорошо заходят здорово спасибо спасибо вот ребята еще по не были было так скажем несколько отзывов чтобы ретрит в сочи и вот мы весной тоже ретрит в сочи сделаем вот поэтому кого интересует все конечно же все под видео будь здоров точно вот но вопросов больше нет я вас всех благодарю и во вторник конечно же мы с вами увидимся суббота наверное в закрытом клубе обязательно сделаем эфир там много вопросиков скопилось и и и и и и и и